Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, юнит 2, секция 1, упражнение номер 6. Translate into Russian the sentences with the words written in bold in exercise 5. Переведите на русский язык слова, написанные жирным шрифтом, из упражнений номер 5. Напомню, что мы работали с правилом о модальных глаголах и узнали, что глагол must и глагол have to переводится как обязан, должен. Мы прочитали примеры. Давайте посмотрим. В примерах I must go to school подчеркнуто слово must. Мы уже выяснили, что оно переводится как обязан. И во втором предложении he must fill in the form также must будет переводиться как обязан либо должен. То же самое в следующих предложениях she has to go to the hospital. has to выделено жирным шрифтом, поэтому мы переводим в значение должна и нужна. Перевод уже есть в скобочках. It started raining and we had to. Had to вынуждены были в значении пойти домой. Здесь перевод есть. Далее смотрим в примере I must do my homework. Я должен делать домашнюю работу. Must должен. We can use have to in present, past and future simple. Это правило, что have to в значении должен мы можем использовать в любом из простых времен. Окей. А теперь переходим к основным примерам. И здесь, чтобы было удобно, я буду подчеркивать перевод выделенных слов. Итак, первое предложение. He has to visit his granny at weekends. Он должен навестить бабушку на выходных. Должен. Has to переводится как должен. Alice does not have to finish the project today. She has to finish it by Friday. Подчеркиваем в первом предложении does not have to и переводится необязательно. То есть она не должна. Has to будет переводиться как должна. Предложение номер 3. They had to get up early because they went to Stonehenge. Им пришлось. Had to пришлось. Обратите внимание, время past simple. Если в предыдущих предложениях мы использовали present simple, то в данном случае мы используем past simple. И будем переводить had to как пришлось. Им пришлось вставать рано, потому что они поехали в Stonehenge. Следующее предложение. Mrs. Whistle didn't have to cook dinner. Their family had their dinner at the restaurant. Выделено жирным шрифтом didn't have to. Переведем. Не пришлось. И последнее предложение. Alice wants to be a vet. She'll have to start a heart. Алиса хочет стать ветеринаром. Ей придется учиться. И нам нужно перевести выделенное жирным. We'll have to. Придется что-то делать. То есть время, обратите внимание, здесь будет future simple. Еще раз напоминаю, что have to мы можем использовать в любом времени. А модальный глагол must только в простом, настоящем времени. Present simple. И значение данных слов должен, обязан, вынужден и так далее. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях. Спасибо.